Подобные совещания позволяют объективно оценивать события, происходящие на территории округа, и оперативно решать различные вопросы. Директор Видновского троллейбусного парка Ольга Кендина рассказала о ряде новшеств на общественном транспорте. 1 октября повысилась уже стоимость проезда на транспорте и на всех видах карт, которыми мы обслуживаем население, в среднем на 7%. Мы уже это внедрили, и мы в конце месяца на части подвижного состава устанавливаем датчики учета пассажиров. Я знаю вашу идею или мечту по поводу того, чтобы электробусы запустить у нас здесь, поэтому давайте вместе с финуправлением, с курирующим заместителем проработаем. Заместитель главного врача в РКБ по медицинской части Константин Хадиков отчитался о том, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется. Число заболевших составило в Полинском городском округе 288 человек, это на 148 человек меньше предыдущей недели. В России выздоровело 233 человека, в данный момент на облаторном лечении 101 человек. Начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу отчитался о проведении ряда профилактических операций. В ходе них задержано несколько человек с наркотическими средствами и шесть водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Был дорожно-транспортное происшествие с участием личного состава в служебную автомашину, въехал в стаи наркотического опьянения гражданин Армении. В общем-то машина Татал, ребята влага незначительными телесными повреждениями отделались. Особое внимание на совещание уделили теме подготовки к зиме, как муниципальных учреждений, отвечающих за содержание дорог и дворовых территорий, так и частных управляющих компаний. Продолжается подготовка к зимнему периоду, завозятся реагенты на склад и проводятся еще конкурсные процедуры по подготовке к зимнему периоду. В целом ощущение, понимание того, что к зиме готовы есть? К зиме готовы, но до конца, то есть стопроцентная готовность, могу доложить к концу октября. В завершении совещания председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко рассказал о ходе сбора гуманитарной помощи для воинов, участвующих в специальной военной операции. Взяли шество над 42-й мотострелковой дивизией военной группой «Штурм». Там в том числе служат ребята, которые были призваны из Московской области. Они обратились к нам за помощью. Мы организовали взаимодействие с территориальными отделами точки сбора гуманитарной помощи. За неделю было собрано около трех тонн гуманитарного груза, а первая партия будет отправлена в ближайшие дни. Всем удачной рабочей недели, и я надеюсь, что мы со всем справимся. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.